Задолжали мне за два месяца, считаю, почти 60 или 63 тысячи где-то в целом. Больше 60 тысяч рублей за два месяца. Именно столько этой женщине задолжал работодатель, а именно супермаркет «Роса» на взлетке. Там она больше года трудилась поваром, а в начале этой недели пришлось уволиться. Деньги не платили. Показывать лицо на камеру женщина не желает, надеется вернуть хоть какие-то заработанные средства. А вот о том, что элитная сеть супермаркетов, возможно, на грани закрытия, рассказывает она, сотрудники давно догадываются. И не только по долгим задержкам зарплат. Полки в магазинах, говорит, пустуют не один месяц. Начала задержка этой зарплаты. Люди начали все охать, ахать, как говорится. В магазины стали мало приходить людей. Это вообще мало. Некоторые даже магазины выручку не выполняли. Также поставщиков людей, сколько, как говорится, накололи и обманули. И тоже сколько поставщиков подали в суд. Перебой с поставками продуктов идут уже более двух месяцев. Это заметили и покупатели. Эти кадры сняты в супермаркете «Роса» в Покровке. Полки с табаком пусты, с напитками тоже. Коробки сока расставлены в нескольких сантиметрах друг от друга. Видимо, чтобы заполнить место на прилавке. Да, почему-то ассортимент стал совсем маленьким. Очень плохо. У нас здесь рядом магазинов больше нет. То есть ничего и не завозят? А вы спрашивали? Почему? Я уточняла у продавцов, но у меня ответа не было. Я только ходила за детским питанием. А так все дорого. Это же московские цены. Здесь очень мало народу ходит. Цены в «Росе», говорят потребители, хоть и завышены в два раза. Все-таки магазин премиум класса, но для многих это единственный продуктовый супермаркет в шаговой доступности. И если «Роса» маркет в Покровке, хоть и с пустыми полками, но продолжает работать, то здесь на Красноярском рабочем магазин и вовсе закрыт. Об этом говорится на вот такой табличке на дверях супермаркета. Правда, здесь сказано, что магазин закрыт на реконструкцию. Сроки здесь не указаны, но, судя по всему, посетители здесь уже давно не принимают. Это видно по количеству неубранного мусора у дверей супермаркета. «Роса» маркет входит в холдинг 25 часов. А это 44 заправки по всему Красноярску и десятки автомоек. Сотрудники последних, к слову, тоже говорят о том, что у всего холдинга большие финансовые проблемы. Вот что пишут работники в социальных сетях. У нас на автомойках 25 часов такая ситуация. Людям не выплачивают заработную плату. Когда устраивались, обещали платить через две недели, то есть два раза в месяц. А на деле с весны постоянно задерживают три зарплаты. А сейчас вообще молчат. Мы за август что за первую половину, что за вторую. Ни аванса, ни копеечки не видели. А вот руководство сети «Роса» маркет упорно не желает комментировать финансовые проблемы. Директора нет на рабочем месте второй день подряд, так заявляют в приемной. Новости ТВК отправили официальный запрос. По закону ответ должны получить в течение семи рабочих дней. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Алена Крашенинникова и Михаил Зинкевич. Новости ТВК.